Управление архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета разрешительные документы на какое-либо строительство подпорной стены или строительство жилого дома не регистрировалось. Данные работы были самовольные, они были у нас еще зафиксированы 2 марта. 3 марта мы провели там комиссию, комиссия проводилась вместе с управлением берегозащиты. На сегодняшний день мы установили, что берегозащитой был согласован проект по берегозащите. На сегодняшний момент был согласован проект на подпорную стену, но заказчик разрешения на строительство не получил. В связи с этим нами будет проведена проверка внеплановая. По итогу проверок мы скажем, чем она закончилась. Кроме того, на сегодняшний день работы остановлены по возведению подпорной стены. Управлением архитектурно-строительного контроля Детского городского совета было зарегистрировано уведомление на подготовительные работы. На подготовительные работы это у нас установка забора, расчищена территория. На сегодняшний день застройщик, тот проект, который был согласован берегозащитой, он должен пройти экспертизу и после чего должен застройщик получить дозвину на возведение этой подпорной стены. Управлением архитектурно-строительного контроля Детского городского совета после проведения проверки привлечет заказчика строительных работ к административной ответственности. На сегодняшний день мы держим данный адрес на контроле. Кроме того, у нас есть номера телефонов жителей соседнего дома, с которым мы постоянно находимся на связи. Стосовно ситуации, которая склалася на диланке будильництва за адресой ВОЗВІС-10, мы можем поведомить наступное. У 2019 году данная компания, которая проводит работы на данной территории, обратилась к управлению за метою проведения работы по возможному устаткованию подпорных стен на данной территории. Управлением было рассмотрено наданный проект, сгідно которого планировалось строительство подпорной стенки, которая имеет наступные характеристики. Это длина 27 метров, которая находится на буронабивных палях, которые имеют наступные характеристики. Это длина 500 мм, длина 8 метров. И эта подпорная стена имеет высоту 13,5 метров. Слід зазначити, что после того, как управлением было узгоджено данная документация, забудовник должен был обратиться к экспертной организации и получить экспертный выставок. После чего он должен был обратиться к управлению Державной архитектурно-будовательного контроля и получить соответствующий дозвол на проведение данных работ. Но этого не было сделано. На основе чего, 3 березня 2020 года, с управлением Международного захвата, с управлением ДБА ДАПК ОМР, было сделано комиссионный выезд, в котором установлено, что на данной делянке проводятся работы с руйнуванием истинной подпорной стенки, без соответствующего дозвола на выполнение этих работ. На сегодняшний час работы прекратены. И в подальшем управлении готовит лист, припис щодо призупинения будь-яких работ до отримания відповідных документов відповідно до норм діючого законодательства Украины. Данная земельная ділянка берется на постійный контроль, чтобы не допустить будь-яких виконаний работ до отримания відповідных дозволов. На теперешний час забудовникам нужно выполнять наступный мер, то есть он должен создать проект на экспертизу до соответствующего органа, отримать по проекту позитивный висновок и в подальшем для того, чтобы начать работу с будь-яких работа с подпорной стенки, отримать соответствующий дозвол на выполнение будь-яких работ в Управлении Державного и Активного контроля Одесской Министерной Ради. Беручи до уваги, что подпорная стена является объектом инженерного захиста территории, Управление бере на себе функции относительно наблюдения за данную территорию и чтобы все работы выполнились соответствующего законодательства.